Вопрос. Если человек продал землю, на которую урожай, который собирается несколько раз, то есть имеется ввиду, один раз собрал, вырастает второй урожай, второй раз собрал, вырастает третий урожай, то есть на одних и тех же растениях. То есть смотри, когда я продаю тебе землю, так я посеял в ней урожай один раз, но вот это вот дерево или вот эти вот ростки, которые выросли, они дают урожай несколько раз, один тот же росток, то есть как бы росток кому принадлежит, в основе своей принадлежит, его по крайней мере плоды принадлежат мне, правильно ли нет? Но я продал тебе землю, а не ростки. Вот теперь возникло разногласие. С этих ростков мы должны дать возможность продавцу собирать этот урожай несколько раз, пока эти ростки сами не погибнут и больше перестанут давать урожай, так? Или мы дадим ему возможность собрать урожай лишь имеющийся во время продажи, то есть те плоды, которые были во время продажи, мы даем ему возможность довести их до полного созревания, даем ему возможность их сорвать, а другие плоды, которые вырастут на этих же растениях, которые посадил он, мы уже не даем ему, а передаем покупателю. Вот этот вот вопрос. Говорит Ибн Кудама в своей книге Аль-Мухни, Если человек продал землю, на которой посев, или какой-то урожай, который собирается сразу несколько раз, то есть с одного и того же растения. Говорит Фаль-Усуль Лиль-Муштари. Видишь, в данном случае мы говорим, что эти растения переходят к кому? Переходят к покупателю вместе с землей. Почему? Потому что земля это основа, и все, что на ней переходит к кому? Переходят к покупателю вместе с землей. Но почему тогда мы ему разрешали в прошлом вопросе собрать урожай? Потому что говорили, этот человек посадил этот урожай, потратил свои деньги, допустим, свои семена и тому подобное, потратил свои усилия, свое время, поэтому этот урожай принадлежит ему. Так? Но в данном случае мы говорим, что человек, который продает землю, вместе с ней продает то, что на ней. Видишь, говорит Валь-Джязза Аз-Захир Айн-Дальбе Лиль-Бая. И продавцу остается только Джязза Аз-Захир Айн-Дальбе. То есть, только тот урожай, который был уже выращенным во время сделки. Савакана Мимма Ябкасана Тан. Без разницы при этом. То есть, этот урожай или эта выращенная остается целый год. То есть, имеется в виду, сами растения остаются целый год. Как Каль-Хиндаба. Как, допустим, Хиндаба. То есть, словарь переводит как Цикорий. Оль-Букуль. Букуль это злаки или овощи, зелень и тому подобное. А у Акфера Кар-Радба. Или больше этого. Как растение, которое называется Радба. То есть, имеется в виду, хочет сказать Ивну Худама, то, что есть такие растения, растение, которое вырастает и стоит целый год. И в течение года дает урожай несколько раз. А бывает, ведь растения, которые бывают по 3-5 лет стоят. Не гниют, не портятся. И постоянно, каждый год дают урожай. В отличие, допустим, от картошки. Допустим, картошка сколько раз вырастает? Один раз ее зелень. Дает плоды. Потом эта зелень. Что с ней происходит? То есть, гнивает все. Дает плод только один раз. Правильно или нет? А бывают такие, которые вырастают и дают несколько раз. Год стоят, 3 года, 5 лет стоят. И это растение как стояло, так оно и стоит при покупке. Понятно или нет? Говорит. Видишь, в этом случае мы отдаем продавцу только внешний урожай. Однажды он снимает урожай, все остальные урожаи с этого растения уже переходят кому? Переходят покупателю. Потому что он купил землю вместе с этими растениями. Так? Вместе с этими растениями. А плоды мы отдаем продавцу только потому, что он потратил свои усилия и деньги, может быть, средства, время и так далее, для того, чтобы получить урожай. Так? Так как он потратил время и деньги, и свои усилия, то мы отдаем ему что? Этот урожай, который есть. А оставшиеся урожаи, это уже что? Это уже усилие и право кого покупателю. Потому что он купил землю вместе с этими растениями. Смотри далее. УАЛАЛБАЯ. Теперь вторая часть вопроса. УАЛАЛБАЯ. ТАТУ МАЙАСТАХИКУ МИНХУ ФИЛХАЛ. Но при этом говорит. Продавец должен забрать и собрать свои плоды во время сделки. ФАИННУ УЛЕЙСА ЛИЗАЛИКА ХАДДУ НЯТТАХИИЛЕЙ. Потому что, говорит, в этом случае нет какой-то границы, которую он может ждать. Почему? Потому что растение остается, может быть, 3 года, 5 лет, оно не портится. УАЛЯННЫ ЗАЛИКА ЯТУЛЬ. И это приводит к долгому времени. УАЛЯХРАЧУ ГАЙРУ МАКАНА ЗАГИРАН. ВАЗЬЯДА ТУ МИНАЛУ СУЛЬ. АЛЛАТИЯ МИЛКУН ЛИНУШТАРИ. Говорит, и мы исключаем то, те плоды, которые не являются ЗАГИР, не являются внешними, не являются появившимися. Они остаются кому? Они остаются покупателю. И то же самое, если у нас ЗАРА, то есть посев. Так что с этого посева происходит снятие урожая слишком часто. КАЛКИСА, как, например, длинные огурцы, ОЛЬХЯРА или просто огурцы, ОЛЬБИТТЫХ или арбуз, ОЛЬБАЗИНДЖАН или баклажан, ОШИБИГИ и тому подобное. Все это остается покупателю. А продавцу остаются только что, только те плоды, которые были внешними и были выращенными уже во время сделки. Вот этот вопрос ясен или нет? Этот вопрос, иншалла, легкий. В нем ничего сложного нет. Значит, если человек продал землю, и на нем растение, которое он посадил, и эти растения дают многократный урожай. То есть не погибают, растение остается. Человек снял урожай, растение осталось. На этом растении через год, через два года вырастает еще один урожай. Или через день, через два вырастает еще один урожай. В этом случае мы говорим, продавец снимает тот урожай, который есть, а покупателю остаются все остальные урожаи. Так как он купил землю вместе с тем, что на ней. Далее, теперь следующий вопрос.